Здравствуйте, дорогие друзья! На ваших телеэкранах снова встреча с нами. А с нами это значит с уральской кухней. Уральская кухня у нас представлена самыми разными блюдами разных народов, населяющие наш край, наш город, наш регион. И также самыми разными специалистами. И доморощенными, и профессиональными. Сегодня у нас в гостях уже второй раз Альфира Шейхуддинова. Правильно Альфира я назвала? Правильно, все верно. Вы у нас профессиональный повар? Профессиональный. Профессиональный повар, который часть своей жизни отдал какому кафе в городе Орске? Уральские пельмени. Уральские пельмени. Если кто-то помнит наши замечательные уральские пельмени, это кафе, то поваром там была Альфира Шейхуддина. Кроме того, вы потомственный повар. Потому что ваша мама отдала большую часть своей жизни какому предприятию? Кафе Русь. Ну а на сегодняшний день Альфира удивила нас прекрасным национальным татарским блюдом Итау, гора мяса. И мы не могли по просьбе телезрителей не пригласить ее познакомить нас с еще теми блюдами, которые она может приготовить за очень небольшое время. Что мы сегодня будем делать? Сегодня мы приготовим блюдо. Я сама экспромтум назвала его яйцо фаберже. История этого. Ну это скорее не блюдо, а закуска. Во время приготовления очередного банкета в частном порядке, закуску готовила и положила, красиво оформила и положила на такую красивую подставочку в виде яйца. И как-то просто вот врос экспромтум эта закуска и приобрела свое название. Яйцо фаберже. Из чего оно состоит? Яйцо фаберже. Значит, здесь грецкий орех, начиненный, ну фаршированный с черносливом. Грецкий орех, поэтому похоже на мясо, а это грецкий орех, дорогие телезрители, начиненный черносливом. Грецкий орех, чернослив. Сколько грецкого ореха? Ну здесь 200 грамм грецкого ореха и чернослива. Сколько чернослива? Чернослива так же, один к одному. 200 грамм ореха, 200 чернослив. Затем эта масса смешивается и заправляется майонезно-чесночной заправкой. Готовится очень просто. В майонез добавляем самопроизвольно, любое количество. Кто-то любит поострее, кто-то любит постричьей. Чеснок. Сколько чеснока? Ну, здесь вот прям я немножечко добавила. Зубчик чеснока. И желательно эту закуску готовить на ночь. Видите, масса-то большая, но она настолько пропиталась и приобрела очень такое вкусное, такое сочетание приятное, чернослив с орехом, из чесночной. Это очень вкусно. Это очень вкусно. Это очень вкусно. Его можно, наверное, даже как какой-то салат десертный есть, десерт кушать, да? Да. И вот просто, смотрите, чернослив, грецкий орех, зубчик чеснока и майонез, и получается такое прекрасное блюдо. Так же, как и принято. Гениально, все просто. Все понятно. Дальше что мы делаем? Ну, дальше, конечно, мы формируем, так же, как у нас называется яйцо фаберже, вот такую овальную форму. Так. Вот. Почему фаберже, видите, тут как бы, ну, проблески тернослива, то есть самопроизвольно. Ну, как-то экспромт, то мы приобрело это название. Так, и готовим формочку. Формочку, пожалуйста, закладываем. Ну, здесь я положила салатик просто, салат с капустой. Вот и все, все очень просто. Так, ну-ка, давайте его покажем нашим телезрителям поближе. Вот, посмотрите. А здесь обыкновенная капуста и зелень. А зелень куда пойдет? А нам само яичко у нас не идет? Нет, конечно, не идет. Зелень очень насыщенная. Посмотрите, дорогие телезрители, как Альфера у нас работает ножом. Вот. Ну, это профессионально. Это профессионально, да. Я очень люблю готовить и с удовольствием, и с душой, поэтому все получается и вкусно. Ну, где ж такую женщину найти, чтобы, которая с удовольствием готовила еще и это самое. Ну, это, конечно, призвание. Ну, последний такой штрих, вот, красивый. Ага, оформляем еще зеленью. Задекорируем просто, слегка так. Задекорируем. Это блюдо взято из какого-то справочника, интернета. Да, я подсмотрела в интернете и немножко чуть перелет, ну, на свой лад, скажем так. Я порезала и орех, и чернослив, чтобы было удобнее кушать. А как пахнет, какой запах изумительный. Чудесно, чудесно. А пахнет ли? Чесноком. Чесноком пахнет. Альфера, а прошлый раз на телепередаче вы мне задали вопрос, а знаете, как по-татарски Дед Мороз? Я начала изучать эту тему. И оказывается, Дед Мороз по-татарски. Колотун-бабай. Колотун-бабай. А я узнала, что теща по-восточному, по-казахски или еще как-то, душманопа. Правильно? Теща. Ну, тут много вариантов. Например, мальчик с пальчик, бармак, малай. Бармак – это пальцы, малай, мальчик с пальчик. Мы заодно с вами изучаем и язык тех народов, которые здесь живут. Это исконно тоже их земля, их родина, наш Южный Урал. Еще такое смешное, я прям хочу добавить. Добавляй. Как будет по-татарски бабъяга? Кошмаропа. Кошмаропа? Теща душманопа, бабъяга – кошмаропа. А я слышала, что терминатор по-татарски будет батыр-арматур. О, оригинально. Батыр-арматур, а катафалк – кирды-карба. Кирды-карба. Каких только ты интерпретаешься нашим языком. А на углу инспектор – басмач-тенге. Так что вот какой интересный язык. И очень часто мы им пользуемся. Поскажите, дорогие телезрители, ведь кто из вас не говорит слово «айда»? Все говорят. Да. Секир-башка. Да. Все говорят. Вот. Сарай. Все говорят. Башка – это голова. Баш. Ну, башка. Говорят. Ой, какой башковитый. Это говорят по-татарски. Правильно. Баш – это голова. Айда говорим, башка говорим, са, рай говорим, кирдык говорим, да? Даже иностранцы разговаривают на татарском зее. Говорят, бай. Да? Да. Бай – это барин, господин, богать. Ну, главное, мы выучили сегодня, в прошлый раз мы выучили с Эльфирой колотан Бабай, Дед Мороз, а теперь и Баба Яга – кошмар Апа. Да. Да-ка я еще хочу сказать. Кошмар – это прям татарская снега получается. Кошмар Апа. Даже вот вороны кричат «кар, кар». Да. Это не просто. Она кричит «снег, снег». По-татарски это «снег, кар». Понятно. Ну, спасибо большое за такой рецепт, за такую передачу и за обучение нас татарскому языку, народ которого вы представляете на нашей телепередаче. И мы вас очень просим подготовить для нас татарское национальное блюдо еще какое-нибудь. И там мы уже выучили. Итак, ждем вас на этой площадке еще и еще раз. На прощание я скажу, как любил говорить наш папа, живите дружно. Всего доброго. До свидания, дорогие телезрители.